Привет, друзья! Это онлайн Школа Пиксель, меня зовут Андрей. Добро пожаловать на 10 урок по созданию игр в Scratch. В сегодняшнем уроке мы с вами познакомимся с темой клонов, узнаем, что такое сообщения, как их передавать и для чего они нужны. Присаживайтесь поудобнее, поехали! Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Клоны в Scratch необходимы для создания копий спрайта. Чтобы нам не приходилось создавать вот в этом меню много копий этого спрайта и писать для них отдельные программы, мы можем написать все программы всего лишь для одного спрайта, а и дальше для каждого клона, который будет создаваться. Таким образом мы упростим себе работу. Давайте посмотрим, как же это работает. Управление клонами находится во вкладке «Управление». Есть три блока. Когда я начинаю как клон, создать клон и удалить клон. Что такое создать клон? В какой-то момент программы, когда попадается этот блок в программе, спрайт создает клон самого себя, либо другого спрайта, если он у вас здесь есть. Выбрать можно вот в этом меню. Далее, после этого блока, программа уже попадает вот сюда, в блок «Когда я начинаю как клон». И для клонов мы сможем писать отдельные программы. И, соответственно, удалить клон удаляет клон. Как же применяются сообщения? Допустим, в определенный момент программы нам нужно сделать так, чтобы после определенного блока запустилась какая-то новая программа. Тогда мы после этого блока будем передавать сообщение. Можем его назвать как-то по-другому. Например, «Движение». И когда это сообщение передастся, этот блок получает сообщение «Движение» и начинает выполнять какие-то действия. Также можно передать сообщение и ждать до конца. То есть ждать, пока выполнится вот этот блок, когда я получу сообщение, все его блоки, и только потом основная программа пойдет дальше. Давайте посмотрим, как это работает на нескольких примерах. Первое, что я хочу вам показать, это программа, в которой мы будем перемещать кота в угол рабочего поля и создавать треклоны в случайных позициях. Для этого давайте сделаем ее следующим образом. Возьмем флажок. Далее поместим котика в угол экрана. Запомним его координаты. Возьмем цикл на три повторения, потому что нам нужно создать три клона. Далее выберем «Перейти на случайное положение». Далее создать клон самого себя. Тоже в цикл. И ждать одну секунду. Давайте проверим, как это работает. Видите, каждую секунду у нас появились клоны. Причем, вот это является оригинальным спрайтом, а это его клонами. Как только мы нажимаем на кнопку «Остановки», клоны исчездают. Давайте попробуем еще раз. Теперь сделаем дополнительный спрайт «Мяч». И сделаем так, чтобы кот его бросал по нажатию клавиши «Пробел». Это, кстати, очень удобно реализовывать с помощью клонов, потому что мы можем несколько мячей тогда подряд бросить. Найдем в спрайтах «Мяч». Ну, пусть будет вот этот. Отлично. Теперь напишем программу для кота. Когда клавиша «Пробел» нажата, передать сообщение. Назовем это сообщением «Бросок». Напишем программу для мяча. Когда я получу сообщение «Бросок», обязательно выберите. Перейти в позицию кота нам нужно. Перейти на спрайт 1. Далее, внешний вид «Показаться», чтобы его стало видно, потому что он у нас будет прятаться после этого. Далее, цикл повторять пока не касается края. Будем менять координату «Х на 10». Здесь мы с вами клонов не использовали, но для вас будет задание доработать эту программу с помощью клонов. Нажимаем на «Пробел». Чего-то не хватает. Да, не хватает блока спрятаться, чтобы он, когда долетал до края экрана, его не было видно. Проверяем. Отлично. На этом сегодня все. Присылайте свои игры к нам в комментарии, я обязательно все посмотрю и на все отвечу. Также доработайте последнюю нашу программу с помощью клонов, чтобы котик мог несколько раз выпускать мяч. Как видите, если мы не используем клоны, я много раз нажимаю на «Пробел», то наш мяч как бы возвращается назад. А если мы будем создавать клоны мяча, то будет вылетать несколько мячей по каждому нажатию на «Пробел». Если вам нужен преподаватель, записывайтесь в нашу онлайн-школу, будете решать много классных заданий и делать крутые игры. Всем спасибо. Пока. Пока.